Всем привет! Сегодняшнее видео про Джонни Деппа. И это видео рекомендовано к просмотру всем мужчинам, которые, ой, да, я с годами могу найти себе много кучу телок. Обязательно досмотрите это видео до конца, дорогие мои мужчины, чтобы узнать, как неправильный выбор женщины может разрушить все, твою карьеру, твои финансы, все. Поэтому берегите своих женщин и не думайте от них никуда уходить. А сегодня мы будем учиться на натальной карте Джонни Деппа. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь этим видео. Мне будет очень приятно. Спасибо. И поехали! Джонни, Джонни, хочется сказать, смотря на карту, вы все прекрасно знаете, что вот у него был конфликт с Эмбир Хер... вот какой-то вот Эмбир. Те, кто следят за Джонни Деппом, короче, он был сначала с Ванессой Паради, потом он зачем-то с ней развелся после долгих нормальных отношений, как говорится, понеслась пизда по кочкам. И вот он на одной из кочек встретил Эмбир Хер... как-то там, которая еще и бывшая Илона Маска, если я не ошибаюсь. И она ему устроила, как говорится, и за маму, и за папу таких проблем, подала на него в суд. Его отменили из пиратов Карибского моря, он пострадал финансово, репутацию пострадал, там как что-то там, там была какая-то история с говном. Я не хочу. Если вам интересно, загуглите Джонни Депп и его история с говном. Мне интересно, как и почему Джонни Депп и вообще вся его жизнь из-за выбора неправильной женщины пошло, как говорится, под откос. А если вы со мной согласны, что женщина, конечно, не равно успех мужчины, но с некоторыми женщинами мужчины, сталкиваясь, идут прямо, как говорится, по звезде, если вы знаете такие истории, пишите в комментариях. Среди комментаторов сделаем розыгрыш Мерча, самая интересная и животрепещущая история про то, как ваш бывший встретился непонятно с кем и по звезде пошло все, как и у Джонни Деппа. И вот если ваш супруг очень сильно выебывается и говорит о том, что вот знаешь, я тебя поменяю, на меня 10 будет молодых писюк. Вы ему это видео бах, и мы его так сильно напугаем, что передумает он куда-то рыпаться. Назовем это так. Ну нахер. Итак, смотрим натальную карту Джонни Деппа. Понятно уже сейчас, что все проблемы от неправильного выбора женщин. Выбор женщины, как и вообще за выбор в целом, в натальной карте отвечает Венера. Давайте смотреть, что у Джонни Деппа не так с Венерой. А вот как бы очень все интересно, что все в нем не так. Венера напрочь напряженная. Венера находится в соединении с Меркурием. Он думает, что он выбирает правильно. Это ужасный аспект, потому что таким людям невозможно объяснить. Ты говоришь, да ты посмотри по фактам. Тын-тын-тын-тын. А он такой, да нет, я знаю, я думаю, мой мозг включен. А на самом деле он выключен нахрен. И еще Венера находится в квадратуре с Сатурном. Венера в квадратуре с Сатурном у мужчин. Это про то, что всегда будет старая женщина, то есть женщина прошлая лучше, чем предыдущая. То есть, когда в новых отношениях он будет все равно вспоминать, тянуться к бывшим, общаться с бывшим. И вообще Венера в напряженном аспекте с Сатурном у мужчины хуже некуда. Зачем вам такой мужчина? У такого мужчины нужно быть либо первой любовью, либо вообще не быть с ним, вообще ни капельки. Потому что я уверена, что он, конечно, страдает еще по Ваня Сепарадис, с которой они были долго. И я думаю, что, возможно, еще и сойдутся, если она его примет, этого побитого пирата обратно. Венера в напряженном аспекте с Сатурном. В связи с тем, что голова у Джонни Деппа обернута назад, мысли про прошлое, мысли про прошлые отношения, про прошлые ошибки. Вот так вот встретить, наступить на говно очень просто. Если ты идешь, жопой, блядь, к миру. Если ты идешь головой назад в мыслях о прошлом, ну, конечно, ты наступишь на говно. Ну, конечно. Конечно, мир тебе докажет, да, все правильно, все правильно. Вот в прошлых отношениях было хорошо, а вот в настоящих тебе будет, блядь. Дальше, что интересного? Марс это про мужской тестостерон, это про количество и необходимость секса. У Джонни Деппа, на самом деле, достаточно высокая. Марс находится в Деве, земной Марс, он любит потахаться. Все, как бы, если вы думаете, аж кто не любит, а вот если вы еще не смотрели бесплатные курсы и не учитесь на моем большом курсе, вы не знаете, какие мужчины, ну, скажем прямо, не очень-то и любят это все. Вот, ну, Джонни Депп, он, значит, любитель всяких физических удовольствий. Как тебя вообще занесло в испанский монастырь? Я принял его за бордель. Но Марс в соединении с Ураном. Марс в соединении с Ураном, это когда я в сексуальной активности, а Эмбер, что-то там, безусловно, красивая, блондинистая, молодая женщина, там, как бы говорится, полетел тестостерон под Джонниным веном и отключился мозг. Потому что Марс в соединении с Ураном, все, бах, хуя, что наделал, непонятно, кто это контролировал, непонятно, а никто не контролировал. Если вы обладатели такого аспекта, у вас есть очень четкие рекомендации, как не совершить очень много глупостей, вплоть до тюремного заключения, как нужно вот этот аспект под контролем держать. И вот этот Марс в соединении с Ураном и сделал из Джонни Деппа невероятно крутого пирата Карибского моря. Потому что это как раз дерзость, сумасшедшие поступки, это креативность. Когда человек становится звездой, когда его роль становится звездной, когда его потенциал схлопывается с вот героем. И тогда мы ему верим, потому что он на самом деле пират Джек Воробей и по жизни. Но только если ты не знаешь, как это контролировать, то ты, как говорится, обнуляешься. Уран про обнуление, обнуляет тебя, обнуляют тебя, вычеркивают из пиратов, финансы трещат по швам. Ты потом карабкаешься, карабкаешься, как Марс в деве, для того, чтобы добиться справедливости. Надо сказать, он добился вроде как справедливости, что все нападки Эмбер были зря. Мы ждем, когда его снова вернут во все голливудские фильмы. Но, скажем прямо, очень он пострадал и пострадал он заслуженно. Потому что не надо было разваливать старые отношения, тем более, если ты до сих пор в них. Не надо строить новые отношения, связанные только на тестостероне. Обнулишься. Вы меня рассмешили. И это все мужикам, а не только Джонни Деппу, очень полезно знать. Плюс у Джонни Деппа есть еще очень аспект такой противный. Это солнце в квадратуре с Плутоном. Солнце в квадратуре с Плутоном это его внутренняя непрожитая агрессия. Почему, опять же, он так был классен в Пиратах Карибского моря? Кстати, какой ваш любимый фильм с Джонни Деппом? Пишите в комментариях, мне будет интересно посмотреть. Может быть, я что-то новое, может быть, я что-то не видела еще. Вот. А, значит, солнце в напряженном аспекте с Плутоном это зажатая внутренняя боль, непрожитые эмоции. Именно поэтому страдают отношения. То есть отношения с Ванессой Фаради вполне возможно были реально хорошими, классными для него. Но в связи с тем, что он накопил говна, вот этот вот аспект накопительства говна, здесь обидку не сказал, здесь обидку не сказал, здесь обидку не сказал. Как прорвало через несколько лет и уже прорвало таким потоком, что мама не горюй. Именно обладать ли этого аспекта, солнце в напряженном аспекте с Плутоном, вам либо на терапию с психологом, либо на большой курс обучения астрологии, потому что это не только новая профессия, но и личная ваша психотерапия, где вы собираете себя по кусочкам, по пазликам с помощью астрологии. Значит, что касается Джонни Деппа. Ну, он пират, он и по карте пират, и по натуре своей пираты. Поэтому пиратская вот эта вот вся история у него была реально очень классно, ну, выстрелила. Но ошибка еще одна Джонни Деппа, это то, что по его предназначению после 37 ему нужно заниматься семьей. А семья его это Ванесса Паради и их общие дети. А он не захотел заниматься и получил пи***ей от вселенной. Думаю, что он сейчас поджавший хвост, конечно, к ней вернется, и тогда, возможно, выполнить свое предназначение быть в семье, быть отцом, быть любящим мужем, а не вот этим вот грязным пиратом, бегающим по портовым шлюшкам. Вот что нужно делать не только Джонни Деппу, но и тем, у кого предназначение после 37 узел находится в раке. Если вы не знаете ваше предназначение, ссылочка на предназначение в инфобоксе. Но как вам выпуск про Джонни? Как вы к нему относитесь? Вообще, когда узнала про этот конфликт, я сразу была на стороне Джонни. Я понимала, что Джонни Джонни, грязный ты пират, куда тебя понесло? Но в целом, я, конечно, всегда была за него и не верила ни в какой абьюз. Вообще, вот эти вот публичные разборки, когда женщина реально съезжает с катушек, это, конечно, страшное дело, поэтому, мужчины, будьте аккуратнее, идите на большой курс, для того, чтобы в том числе не наступить на вот это Эмбер что-то там, и не потерять деньги, репутацию, славу, бизнес и все на свете. Всем желаю любви, будьте друг к другу терпимее, изучайте себя, не исправляйте другого, а изучайте себя и свой великолепный потенциал вместе с астрологией. Здоровья вам и вашим близким. С вами была Ирина Чакриева. Пока-пока.